с чего начинается покупка трактор начинается на смог выбора какой трактор взять какой мотоблок выбрать с каким мотором с какой коробкой и с какими показателями и собственно что же взять какую модель на это влияет множество факторов первые это смотря какие работы у вас будут что вы им собираетесь делать на это влияет трансмиссия какие передаточные числа с какой скоростью он движется какие колеса какая ходовая система какие шины стоят какая характеристика двигателя но самый главный фактор на который всегда я обращаю лично внимание это какой вес у трактор что я хочу им делать и какой вес трактора для этого мне нужен самая главная характеристика эффективности использования вашего трактора это его сцепной вес который напрямую зависит от массы вашего трактора и мощности двигателя который стоит на этой массе а вот соотношение мощности двигателя и веса трактора характеризуется такой штукой как энергонасыщенность трактор для колесного трактора который работает как тяговой то есть допустим если мой мотоблок тяжелый запряхти в плуг он плуг будет тянуть для него коэффициент энергонасыщенности должен быть в пределах полтора один и семь киловатт на килоньютон если на мой трактор подцепить фрезу то тогда он не будет работать как тяговый трактор и его вес уже не столь важен потому что фреза приводится во вращение от мощности двигателя и сцепной вес трактора здесь не особо важен тогда коэффициент этот повышается до 2 12 261 киловатт на килоньютон для тракторов которые работают с валом отбора мощности и этот показатель как правило в полтора раза выше чем для тракторов с тяговой нагрузкой если этот показатель будет меньше то мощности вашего двигателя не будет хватать для выполнения каких-то там запланированных вами работ будет дохнуть ваш трактор а вот если это число выше то тогда ваш трактор будет работать не совсем эффективно это все равно как на жигули поставить двигатель от зила ехать он будет тянуть он будет но топливо будет жрать несоизмеримо проделанной работе да на нем приятно ехать все хорошо но топливо летит в трубу в белый свет холостую как посчитать это число очень просто нужно взять вес вашего трактора допустим мы возьмем трактор такой как у меня звезда 61 вес ее составляет 210 килограмм с фрезой вместе переводим ее вес из килограммов килоньютон и получаем 2,06 килоньютона и теперь берем мощность двигателя r 175 который стоит на моем тракторе а мощность его составляет 441 киловатт мощность можно брать номинальные можно брать максимальные но лучше считать по номинальной нашей инструкции лучше это брать мощность которая при 12 часовой работе то есть 441 киловатт мощность двигатель 441 киловатта делим на массу трактора 206 килоньютона и получаем число энергоэффективности трактора 2,14 из этого делаю вывод что китайцы молодцы рассчитали мой трактор как нельзя исключительно хорошо ну а теперь коль вы знаете как это делать сами можете пересчитать любой трактор перед покупкой если брать вес трактора который сейчас в основном продают 340 килограмм то для 180 мотор который у нас 7 лошадный эта цифра будет 154 для мотора r 185 8 лошадного эта цифра будет 177 для мотора 10 лошадного r 190 эта цифра будет 2,1 ну как видно по этим показателям все трактора вписывается в этот коэффициент но наилучшим образом вписывается 10 лошадный мотор он как раз по соотношению мощность мотора вес трактора исключительно хорошо для 12 лошадного мотоблока с двигателем с 195 при его весе 455 килограмм этот показатель 1,98 для 15 лошадного мотоблока с двигателем с 1100 при его весе 508 килограмм этот показатель 2,22 можно сказать что цифры тоже практически исключительно идеальны теперь братьях у наших меньших для такого мотоблока как 3040d у которого рабочий вес 104 килограмма если он с двигателем sh 165 243 киловатт этот показатель 2,38 для sh 170f этот показатель 2,88 для sh 170fa где 3,68 киловатт двигателя этот показатель аж 3,61 и такой показатель как 3,61 уже нам показывает что мотор у него мощный а весу ему уже не хватает мотор имеет избыточную мощность большой запас и фактически этот мотоблок будет жечь солярку несу измеримо проделанной работы перейдем к мотоблоком типа zirka 105 у которой мотор 4,41 киловатта точно такая мощность как на моем тяжелом мотоблоке у мотора r 175 но у меня вес был 210 килограмм у меня коэффициент 2,14 идеальный а здесь вес всего-навсего 120 килограмм и это число для zirka 105 будет аж 3,74 как видно мотор тоже сильно мощный а весу мало мотор позволяет много а весу нет опять же солярка летит на ветер потому что если вы загрузите полностью мотор у вас начнут буксовать колеса мотоблок будет стоять на месте закапываться в грунт дури много а весу сцепного нет не тянем а если мы еще возьмем такой хитрый мотоблок как zirka 135 с его уникальным мотором 6,6 киловатт и весом 130 килограмм то там этот показатель будет 5,15 и этот трактор имеет колоссальный запас мощности по двигателю эта мощность при его весе ему в принципе и даром не нужна опять же солярка на ветер мотор мега сильный для этого веса а весу нет стоим на месте и закапываемся помните видео всем провокативных вопросов кто не помнит посмотрите там был вопрос номер три почему мотоблок типа zirka 105 очень редко дымит черным дымом но не так часто как тяжелый мотоблок вот потому он и не дымит потому что у него колоссальный запас мощности двигателя двигатель мощный весу мало мотор никогда не работает с максимальной отдачей он всегда не догружен с этого мотора можно было получить пользы больше чем из него получается при заводской комплектации этого мотоблока что делать в этом случае в этом случае применяется так называемом балластировка а в народе говорят догрузить чем собственно хозяева этих мотоблоков и занимается берут и догружает свои мотоблоки кто чем придумает потому что понятное дело люди интуитивно чувствуют что весу мало двигатель мощный из него можно получить гораздо больше пользы чем он дает заводской комплектации начинают догружать ну а догружать его можно пока цифра коэффициент этот не станет единичка или 0 9 меньше 0 9 и догружать уже не стоит по мере и догружения этого агрегата эта циферка коэффициент будет понижаться потому что вес увеличивается мощность мотора остается на месте значит циферка падает так вот она может падать до 0 9 ниже уже не надо потому что если ниже то двигатель уже станет слабым и не будет тянуть вес этого трактор ну коль вы уже знаете форму расчета этого числа то вам не составит труда вычислить необходимый вес который надо догрузить на данный трактор для того чтобы он получился максимально эффективным то есть какая максимальная балластировка в килограммах этого трактора кстати вы смотрели видео зимовка мотоблок там я рассказывал что в цилиндры двигателя можно заливать нужно заливать 100 грамм моторного масла обезвоженного а знаете ли вы зачем туда заливается обезвоженное масло а многие скажут для того чтобы цилиндр внутри не поржавел так вот я вам скажу что техника которая по 20 лет на хранении стоит еще ни в одной цилиндр внутри не поржавел так зачем же заливается масло в цилиндр не знаете тогда подписывайтесь на канал я вам расскажу кстати ваш мотор может сдохнуть во время хранения кстати когда ваш мотор стоит без движения зимой он все равно изнашивается страшно ну и правильно